Здравствуйте! В эфире Амурского областного новости в студии Евгений Макитрюк. Коротко о главных темах этого дня. Благовещенц встретил зеленую весну. В массовой уборке приняли участие чиновники областного правительства и мэрии. Несчастный случай. Во время ремонтных работ на крыше сорвался мужчина. Красавицы из Красноярска. В областную столицу доставили двухметровые ели. Цифровая автоматика будет следить за током и перетоками. На подстанции Благовещенская устанавливают инновационное оборудование. Ловили хариуса и перетягивали палку. В Преамуре прошел первый региональный фестиваль национальных игр народов Севера Айелгур. Амурские чиновники присоединились к всероссийской акции «Зеленая весна-2019». Масштабный субботник прошел сразу в нескольких точках областной столицы. Сотрудники правительства Преамуре убирали прошлогодний мусор и белили деревья в сквере воинов-интернационалистов. На то, чтобы убрать эту зеленую зону города, им понадобилось менее часа для представителей различных министерств и ведомств. Субботник стал своеобразным соревнованием, кто первым очистит от мусора свою площадку. А вот кто победил в этом состязании, знает Юрий Камышный. Здесь сразу и не разберешь, кто есть кто. На разных участках без чинов и званий вместе бок о бок трудятся простые клерки, чиновники и даже министры правительства. Увидеть этих людей в такой неформальной обстановке можно раз в году на подобных субботниках. Министр ЖКХ Сергей Гордеев вместо привычных бумаг в этот раз разгребал кучи прошлогодней листвы. По словам Сергея Николаевича, такие мероприятия он старается не пропускать, причем уже несколько десятилетий с советского времени. Обычная практика, это еще в 80-е годы было. Да и до нас будет, и после нас будет, потому что надо же убираться. Весна пришла, после зимы надо все убрать. На этот субботник вышло, кажется, все правительство Амурской области. Специнвентарь, грабли, лопаты и кисти кончились уже в первые минуты мероприятия. В ГСТК к такому повороту событий оказались не готовы. Да, так оно и есть. Все закончилось. Все привозили, но не рассчитывали на столько людей. Весь сквер поделили на участки. На одном ударно трудились сотрудники Минсельхоза. Им навстречу шли специалисты Минюста. Со стороны надвигался финансовый блок правительства. Своеобразный рекорд «Зеленой весны» поставило Министерство здравоохранения. Эти дамы по ошибке привели в порядок не только свою, но и соседнюю территорию. Впрочем, сами медики говорят, для них это не обременительно. Работу на свежем воздухе они рассматривают как терапию, полезную для здоровья. Абсолютно не хватает. Нет, у нас работа только связана с тем, что мы находимся где-то либо в командировках. То есть, по сути, это отдых, на котором можно физически поработать, набраться энергии и затем дальше идти работать. В будние дни Василий Офицеров не только заместитель министра природных ресурсов, но и координатор мусорной реформы, которая проходит в области. Символично, что на этом субботнике ему поручили курировать слаженность действий всех министерств областного правительства. Василий Юрьевич оперативно решал текущие вопросы и пристально следил, чтобы от работы никто не отлынивал. Особенно те, кто уже завершил уборку. Ну, он помогает, дальше идет. У нас люди помогают друг другу. Мин имущество тоже закончил, но вот перешел в соседний участок и тоже решил помочь. Амурские чиновники еще раз доказали, что умеют хорошо и слаженно работать. На то, чтобы привести в порядок территорию сквера, им понадобилось всего около часа. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. И в продолжении темы. Новая аллея из 900 саженцев появилась в Благовещенске возле многофункционального центра недалеко от площади Ленина. Деревья и кустарники высадили амурские спортсмены, волонтеры и активисты. В общей сложности поучаствовали больше 200 человек. К экологической акции присоединились сразу несколько спортивных сообществ, любителей бега, скандинавской ходьбы, йоги, а также областная федерация тайского бокса и многие другие. На аллее высадили живую изгородь из мелколистной сирени, всего 800 саженцев, а также рябину, калину, клен, барбарис, бересклет, сакуру, березу и амурский бархат. Но предмет особой гордости – пять двухметровых елей экстракласса. Их специально заказывали в Красноярске. Общественная организация «Бег в мечте» вывели предложение в нашу организацию. Я с радостью поддержал свои команды. И, конечно же, это, в первую очередь, большая честь для города и, соответственно, показать молодежи. Дети пришли садить. Ну и предоставилась такая возможность еще и приобрести ели, соответственно, я хочу сказать, десятилетнего возраста. Они пышные. В Благовещенск еле ввезли специальными фургонами. Доставка заняла 9 дней. Кстати, дизайн проекта «Зеленых зон» разработала городская администрация. Этот проект вот прям серьезно порадовал. Вот как никогда просто сработали, и такая, знаете, командная игра получилась. Когда, вот знаете, такой рецепт хорошего сквера, он заключается в том, что должны захотеть люди, одобрить администрации, помочь нам, да, найти, должны найти спонсоры и благотворители, и люди, которые выйдут и сделают вот такое доброе дело. В Благовещенске при проведении ремонтных работ с крыши здания сорвался мужчина. Несчастный случай произошел в общежитии Дальгауа, но находится на пересечении улиц Горького и Театральная. Сообщение ЧП поступило в отдел полиции около 12 часов дня. На место была незамедлительно вызвана машина скорой помощи. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в областную больницу. По данному факту началась проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По предварительной информации известно, мужчина сорвался с крыши во время проведения ремонтных работ. Новое дыхание. Амурский судостроительный завод, возможно, ждут новые заказы. Предприятия посетили высокие гости. Губернатор при Амуре Василий Орлов и начальник департамента судостроительной промышленности и морской техники при Министерстве промышленности и торговли России Борис Кабаков. Они ознакомились с работой судостроителя, а после обсудили, на какие меры государственной поддержки может рассчитывать Благовещенский завод. На судостроительный завод имени Октябрьской революции губернатор Василий Орлов приехал не один. Вместе с ним предприятие посетил Борис Кабаков, начальник департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Российской Федерации. Визит московского гостя и главы региона на предприятие более чем важный. Предстоит решить возможные меры поддержки амурского судостроительства. В настоящее время мы разрабатываем постановление о субсидировании 30% стоимости малотоннажного и среднетоннажного рыболовного флота. И здесь, я считаю, заводу надо обязательно принять участие в обсуждении этих мер, для того, чтобы учитывать и свою специфику. Сегодня судостроением в Благовещенске занимаются около 500 человек. Работают люди на двух заказах от Министерства обороны. Загруженность завода сейчас составляет всего 70%. По словам руководства, 100% занятость в последний раз была еще в советские времена. Задачей регионального правительства – помочь обеспечить предприятие заказами на постоянной основе. Конечно, для этого надо развивать компетенции, надо закупать соответствующее оборудование, готовить специалистов, чтобы можно было произойти более эффективный, более востребованный рынком промышленные суда. После визита на предприятие глава при Амуре вместе с начальником департамента, а также руководством завода провели рабочее совещание, на котором решали дальнейшую судьбу судостроительного завода и возможности для привлечения новых заказчиков. Об этом мы расскажем в следующем выпуске. Ольга Сысоя, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. А на Благовещенской ТЭЦ начались плановые ремонтные работы. В этом году на станции в рамках инвестиционной программы Амурской генерации модернизируют два из пяти энергетических котла. Это позволит не только усилить надежность агрегатов, но и повысит их эффективность. Полностью ремонтная кампания завершится осенью. Подробности далее. Работы на котло-агрегате самое сложное. Все нужно делать практически с ювелирной точностью. На первом этапе энергетики готовят основное вспомогательное оборудование. На то, чтобы снять изоляцию, произвести внутреннюю и внешнюю промывку, уйдет несколько недель. Только после этого специалисты начнут устранять все дефекты, которые появились во время эксплуатации объекта. На основном оборудовании мы должны произвести замену кубов воздухоподогревателя. Предстоит замена 58 тонн металла. 16 кубов нужно демонтировать и 16 кубов воздухоподогревателя нужно смонтировать вновь. Работа большая, значительная. Приведет к значительному увеличению КПД котло-агрегата, повысит надежность. На ремонт третьего котло-агрегата у энергетиков всего 67 дней. Кроме сотрудников станции, в работах задействованы и подрядные организации. Для того, чтобы восстановить некоторые узлы котла, приходится приложить немало усилий. К примеру, сварка ведется как снаружи, так и внутри многочисленных узлов этой установки. К другим аппаратам и не залезешь, полуавтоматам тоже не залезешь сюда. А ручная дуговая, там просто электрод и кабель, собственно, ничего сложного нет. И можно из братья-то. Конечно, можно. Высота котла-агрегата 40 метров, производительность 420 тонн пара в час. Этот зал – один из основных цехов Благовещенской ТЭЦ. Именно здесь вырабатывается так называемый «острый пар», который поступает на лопасти турбин. Масштабный ремонт котла позволит довести его технические характеристики до нормативных значений и обеспечит в дальнейшем надежную работу всей станции. Работа выполняется одновременно по нескольким направлениям. Часть персонала ремонтируют вспомогательное оборудование, часть персонала ремонтируют основное оборудование, другие люди ремонтируют арматуру, третьи ремонтируют газоочистную установку. Работы одновременно ведутся во всем направлениям. Так как оборудование значительно большое, высотой 40 метров, здесь есть, где приложить свои руки. Работы проведут не только на третьем, но и четвертом котла-агрегате. Там энергетики модернизируют электрофильтр, полностью заменят его основное оборудование и проведут установку автоматической системы управления. Это позволит не только повысить КПД узла, но и снизить выброс золы. После того, как все работы на объектах завершатся, а это приблизительно 30 сентября, начнется проверка всех систем станции. Юрий Камышный, Константин Волков, Амурское областное телевидение. Считанные дни остаются до празднования 74-й годовщины Великой Победы. Традиционно в Амурской области основные торжества пройдут в Благовещенске-Белогорске. Сходит на парад и героиня нашего следующего сюжета Мария Алексеевна Кириченко. В годы войны женщина работала поваром в одном из госпиталей. Она всю войну шла за фронтом, помогала вытаскивать раненых бойцов с передовой и помогала им встать на ноги. С удивительным человеком, ветераной Великой Отечественной, встретился Юрий Камышный. Война для Марии Алексеевны началась, когда ей только-только исполнилось 17 лет. Молодая девчонка отучилась всего 4 класса и стала нянькой для детей брата, который в то время жил в Ленинграде. По рекомендации друга, семьи ее взяли поварихой в военный госпиталь, что располагался перед линией фронта. По словам Марии Кириченко, она хоть и трудилась на кухне, но заниматься приходилось и сестринским делом. Вывозили с полей раненых. Сутками работали, сутками, потому что неизвестно, когда привезут раненых, неизвестно. Не знаю. Ну, как сейчас описать? Но все-таки основная забота Марии была накормить раненых. К составлению меню она всегда подходила с душой, фантазией, по мере возможности старалась его разнообразить. Однако из-за скудного выбора продуктов получалось не всегда. Где супы? Где, если капусту достанут, борщ варила? Картошечку тушила, ну что я, кашу, больше всего овсяную кашу. Вместе с госпиталем молодой повар прошла не одну передовую. Как рассказывает Мария Алексеевна, не везде их встречали хлебом и солью. В той же Финляндии приходилось жить, работать по строгим военным правилам. Особенно было страшно, когда в Финляндию приехали. Ой, было очень страшно. Почему? Там такой народ, они вообще русских ненавидели. Нам запрещали только стеметь, чтобы никуда никто не выходил. Мы подчинялись. А как жить было? Профессия врача военного госпиталя, так же, как и повара, на войне неразрывно связана с опасностью. Бомбежки, артобстрелы хоть и гремели где-то далеко, но на поверку расстояние от линии фронта до полевого госпиталя не превышало 20-40 километров. Произойти могло что угодно. Так, на одном из выездов за ранеными на передовой Мария Алексеевна потеряла свою подругу, которая служила медсестрой. Боль этой утраты ветеран помнит до сих пор. Поехали они, и все, не вернулось. Бомба упала. А тогда же перед Ленинградом больше, чем тучи эти самолеты летали. Ой, не надо душу мою тревожить. Ее война закончилась в далеком 45-м, но воспоминания свежи до сих пор. Каждый год, 9 мая, Мария Алексеевна всегда старается сходить на парад, а после собираются дома. Вместе с мужем, тоже ветераном Великой Отечественной, детьми и внуками, чтобы вместе со всей страной отметить великий праздник, Великой Победы. Юрий Камышный, Иван Сюмак, Амурское областное телевидение. Защитимся вместе, прививки действуют. В Благовещенске стартовала Всемирная неделя иммунизации. Марафон был организован Управлением Роспотребнадзора по Амурской области и Центром гигиены и эпидемиологии. В пешем марафоне приняли участие около 200 человек. Это студенты Амурского педагогического и медицинского колледжей, аграрного, а также АГМА и АМГУ. Привлекли к здоровой акции учеников медицинского класса 11-го лицея. О важности вакцинации участники марафона рассказали в веселых стихах, двигаясь в колонии по улице Ленина от Площади Победы до Общественно-культурного центра. Здесь к участникам присоединились пенсионеры из Ассоциации пожилых людей. Все вместе они исполнили три танца, а в завершении акции желающие получили урок скандинавской ходьбы. Воспитанники школы-интерната из города Нерюнгри одержали победу в первом региональном фестивале национальных игр народов Севера Айлгур. Соревнования прошли 28 апреля на стадионе Амур. Участие в них приняли четыре команды. Спортсмены представили и венкийский, и тувинский, и якутский и другие малочисленные коренные народы. Ребята показали, как в их родных краях играют в футбол без ворот, перетягивают не канат, а палку и ловят хариуса. Об особенностях игр народов Севера расскажет наш корреспондент. Первый в Амурской области фестиваль Айлгур был пропитан колоритом северных народов. Здесь все отличалось от традиционных соревнований. Например, начались игры с обряда очищения. Гости и участники состязания прошли через священные врата Чичипкан и навязали цветные ленты на молодое дерево. Это, по преданию эвенков, задобрит духов и удача будет сопутствовать каждому. Между тем, победы спортсменам на торжественной церемонии открытия пожелали представители власти. Разрешите мне от Министерства по физической культуре и спорта, от правительства Амурской области горячо приветствовать вас на первом фестивале малочисленных народов Севера. И от всей души желаю вам, конечно же, чтобы никакие злые духи, как вы сегодня пели в песне, не помешали вам достичь тех спортивных результатов, которые вы сегодня, наверное, хотите показать. Ловля Хариуса стала первой площадкой соревнований. Это национальная эвенкийская игра. Задача – сбить ногой, не касаясь руками, деревянную рыбу, подвешенную на определенной высоте. Каждый раз высота увеличивается. Кто достанет до наивысшей отметки – побеждает. В этом поединке рекорд установил 16-летний Марко Моссов из команды «Арктика». Сборная ребят экспериментальной школы-интерната приехала в Благовещенск из Нерюнгре. Так Марку удалось сбить рыбу на высоте 2 метра 45 сантиметров. Причем собственный рост парня почти на 70 сантиметров меньше. Специально к ловле Хариуса Марк не готовился. Хорошая растяжка у школьника благодаря занятиям другими видами спорта. Я занимаюсь кикбоксингом полгода и северным многоборьем где-то два года. Масс-рестлинг стал второй площадкой состязаний. Эта игра схожа с перетягиванием каната, только тянут не веревку, а палку и не стоя, а сидя. Задействованы мышцы практически всего тела. Сильнейшим оказался Вадим Кычкин. Ему 19 лет. Парень выступал за сборную «Кыталык» от республики Саха-Якутия. Помогли мне мышцы ног, спины и также рук. Да, ассан, то есть техника держания меня подвела. Я не могу, так как я не очень опытный из-за этого. Но в конце мне, я думаю, везение повезло, так как противник одной рукой уже взял и там. Якутское национальное единоборство или хабсагай стало еще одним этапом состязаний. Здесь участие принимали спортсмены от 70 килограммов и больше. Суть – нужно устоять на двух точках опоры, причем неважно, руки это или ноги. Третья точка касания – проигрыш. Завершил соревнование эвенкийский футбол. Эвенкийский футбол, он отличается от обычного футбола тем, что там нет ворот, там есть так называемые такие палки-нори, их пять штук. И цель их – выбить мячом. Мяч не круглой формы, а овальной формы, как в регби. То есть, есть определенные свои сложности. Кто выбил все пять палок, тот и побеждает. Фестиваль носил не только спортивный, но и культурный характер. Судьи оценивали выступления групп поддержки каждой сборной. Так, победу в первых национальных играх «Айалгур» одержала команда «Арктика» из Нерингри, которая представляла сразу несколько народов Якутии – Эвенков, Долганов, Юкагиров и Чукч. Второе место заняла сборная «Тыва». Третья досталась команде «Эвенков» «Айалгур». Всем вручили грамоты и кубки в планах у региональных властей – вывести игры на международный уровень. Вероника Федореева, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова